Здравствуйте еще раз. Меня зовут Андрей Ильич Курсов, и я буду читать у вас курс, который называется «Русская история». Ну, и прежде всего вопрос, почему русская история, скажем, а не история России. История России – это 18, 18, 19, начало 20 века. До этого была Ордынская Русь, Владимир Заберев, Новгородская, Киевская Русь, Советская история, нынешняя история. И общее для всех этих периодов заключается в том, что державообразующим, системообразующим народом мы русские. Очень часто говорят, что у нас многонациональная страна, правильно совершенно, страна многонациональная, но государство у нас мононациональное, потому что по мононациональной классификации, мононациональным считается государство, где есть этническая группа, численность которой 67 и более процентов. А русских в России, столько же, сколько ханецов в Китае или евреев в Израиле, 80 процентов. В России это мононациональное государство. Хотя курс называется «Русская история», первая лекция, у нас мы сегодня поговорим об общих вещах, связанных с историей России, потому что, как говорилось, во время непопулярных, ныне, лень, кто-то и берется за общие вопросы без предварительного решения вопросов частных, кто-то на каждом шагу для решения частных вопросов будет натыкаться на эти общие вопросы. Вопрос. История – это, прежде всего, не только реальность и наука, которые изучают эту реальность. Я предпочитаю говорить, чтобы различать реальную историю как реальность и историю как наука об истории и историю логии. По сути дела, это мощное средство борьбы за прошлое и будущее. Как говорил Борнелл, тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. То есть история – это борьба за время и борьба за информацию. Собственно, как говорит один из героев Олега Маркеева, самое важное в жизни – это время и информация. Я повторяю, история – это борьба за время, борьба за идентичность. Если посмотреть, что происходило за последние 20-25 лет, с поздней перестройки до наших дней, и, хотя последние 2-3 года ситуация несколько изменилась, но тем не менее общий тренд секретарь идет, очернение русской и бисоветской истории. И главная задача этого процесса была в 90-е годы, по крайней мере, это привить русским комплекс неполноценностей, составить их каяться. Запад до сих пор удивляется, почему это русские, поцепев поражение в холодной войне, не каяться от немцев после Второй мировой. И вот то, что мы слышали и читали о России и Советском Союзе в конце 80-х, 90-х и в начале нулевых, это как раз из серии, так сказать, того, что называется «Психоисторическая война». Я чуть позже об этом скажу подробнее. И в этот период шло очернение только всего, очернение победы нашей, очернение советских достижений, причем всяких совершенно достижений. А, кстати, вот если бы на вскидку я вас спросил бы, самые главные советские достижения, какие? Космос еще. Но атомную бомбу не мы первые создали, мы первые создали в народную бомбу. Это все правильно, но я думаю, что, ну, естественно, победа в Великой Отечественной войне, но я думаю, что правильно будет сказать, что одно из самых главных достижений советского общества, которое не будет, я думаю, перекрыто в обозрение, так ли, в 200, это смертность 6,9 промедля, достигнутой в 60-е годы. Это абсолютный рекорд. Это означает, что система здравоохранения и система жизнеобеспечения достигла такого уровня, который обеспечил вот эту вот очень-очень низкую смертность. Естественно, сейчас об этом не вспоминают. Помимо очернения советской истории, идет процесс, скажем так, миссионализации русской истории. Ну, есть целый ряд мифов, я назову только первым, что русские очень склонны к насилию. Второе – русские мифы, третье – русское пьянство, четвертое – русские рабы по своей природе. Россия и доделанная Европа. Вот как доделаете, значит, будете молодцы, и вас примутся в объятиях цивилизованное общество. А вот, кстати, вы, так сказать, ведете дискуссию. Какие есть аргументы? Я просто участвовал в нескольких таких дискуссиях. Вот что можно ответить на тезис «русские склонны значительно больше, чем европейцы, к насилию». Это так? А если нет, то что можно здесь ответить? Я в свое время ответил, я нашел образ, мне кажется, который, естественно, не решает все проблемы. То, что он сказал, абсолютно правильно. Но вот кто помнит из фильмов, из книг о Средневековье, человек приезжает в завтра на Средневековый город первый, что он видит? Виселицом. Виселицом. На Западе просто была культура смерти. Культура смерти. И это, кстати, потом проявилось в немецких концлагерях, где людей вели наказан под музыку. Варна. То есть такая вот эстетизация смерти. А вот по поводу русской ленины, что ответим? Да, русская ленина. Европейцы говорят, что русский ленивый народ. Вот есть здесь что ответить? Скажи, пожалуйста, у нас когда начинается сельскохозяйство в сентябре? Вот в сельскохозяйство работает в каком месяце? В мае. Ну, в общем-то, в апреле. И заканчивается. На сентябре. На сентябре. Да нет, нужно уже все собрать, нужно в сентябре. А в Европе, когда начинается сезон сельскохозяйственной, когда заканчивается? Вот когда едешь в Англии в феврале, когда высаживаешься в дубле, зеленая травка, овечки пасутся. Из-за габстрима сельскохозяйственный сезон 9 месяцев. У нас 5,5. То есть за 5,5 месяцев нужно вколоть так, со страшной силой, а потом можно не работать, потому что совершенно бесполезно. То есть, иными словами, речь должна не идти не о русской лени, а о принципиально иной трудовой психологии, которая предполагает рывок на очень таком небольшом временном промежутке, а потом люди занимаются кто чем. Кто-то занимается охотой, кто-то с нестением выходит на дорогу, но кто-то занимается другими полезными делами. Но самое главное заключается в том, что очень короткий сельскохозяйственный период он порождает принципиально другую трудовую психологию. Это не лень, это иная трудовая психология. И очень интересную историю рассказал мне один дедулька лет 15 назад, который во время войны попал в плен к немцам. Он был не в концлагере, он был просто, так сказать, на работе. И делали они следующее. Они, такие болты были здоровы, и здоровые гаеки. И они должны были в день, где успеть наветить энное количество гаек на эти болты. И они поняли очень хорошо, что норму свою, хотя она была большая, они могут выполнить где-то часа за полтора. И они в основном курили везде. А потом, значит, за полтора часа все это делали. Вот когда немцы это увидели, немцы-стражи возмутились, попеняли их. Потом рядом с ними стоял негид, который следил за тем, чтобы они 50 минут работали, 10 минут перекор. 50 минут работали, 10 минут перекор. Потому что так правильно. Иным словом, другая совершенно трудовая психология. Ну, по поводу русского пьянства, так сказать, эти тезы добиваются чистой статистикой. Раши у нас действительно не было единственное во времена Киевской, Новгородской Руси. Но это было очень-очень давно. И раши хватало в это время и в Европе тоже. Что касается тезис о России, так не доделанной в Европе, вот здесь это серьезная вещь. И, собственно, значительная часть русской верхушки в 18-19 веках, она и смотрела на Россию с западными глазами. Мы сейчас не будем поговорить на эту тему, но здесь вот какая вещь. Не надо путать Запад с Европой. И не надо отдавать европейскость Западу. Дело в том, что Запад, это не вся Европа. Была Античная Европа, была Византийская Европа. Среди есть Западная Европа или Францкая, то есть вот эта вот, сказать, часть Германия, Северная Италия, Франция. И есть Северо-Восточная Европа. Русская это принципиально другая Европа. У нас часто очень говорят, что мы евразийцы, но Евразия это географическое понятие, а вот тут исторический субъект, который создавал нашу цивилизацию, безусловно, европейский и христианский субъект. Вот теперь несколько очень важных слов о психоисторической войне. Обычно у нас это, потому что она, тесно, связана с историей. И когда ты читаешь курс истории, хочешь ли или нет, вот ты автоматически участвуешь в психоисторической войне. Что такое психоисторическая война? Чаще говорят об информационной войне, о психологической войне. Я предпочитаю темы психоисторической войны. Одним из первых, этот цикл выдвинул Айзек Азимов, фантаст и популяризатор науки, в 1951 году. У него есть такой цикл, который на русский язык неудачно перевели название Академия. По-английски он называется Foundation. И он его писал с 1951-го, в середине 70-х годов. Кто же там? Сюжет таков. Галактическая империя далекого будущего процветает. И в это время императором является математик Селдон. Он говорит, что через 15 лет все завалится. Наступит 30 тысяч лет брака, хаоса. Император спрашивает, а можно ли избежать крушения? Селдон говорит, нет, нельзя. Но можно сделать другое. Можно 30 тысяч лет брака сжать в одну тысячу. Но для этого нужно принять план Селдона и создать две академии. Два фонда. Один открытый, один скрытый. И дальше разворачиваются борьбы между другими. Самое интересное, что с 1954 года, как только вышел первый том в 1951 году, в 1954 году Foundation является обеззарядным текстом к изучению в фестпойте. Кто знает Шагериспойте? Военная академия в США. Одна из главных военных академий в США. Это год. Книжку Асимова там изучают, как образец, связанный с ходом психотерапии. Психоисторический или психоментальный вайд. Что входит в психоисторическую вайд? У нее три измерения. Первое измерение информационное. Это когда вас обманывают на уровне фактов. Второе измерение концептуальное. Это когда идут выгоды. И на конец третье метафизическое или смысловое. Ну, качественный пример. Вы, наверное, знаете. Есть такая длится очень долгая история. Катынское дело. Кто служит? Что это? Катынское дело. Во время войны были обнаружены захоронения, так сказать, поляков в Катыни, в Смоленском. Работала комиссия, которая признала, что это сделали немцы. В период перестройки начались другие игры. Проведена была новая экспертиза по команде Горбачева. И было якобы доказано, что это расстреляли НКВДшники в мае 40-го года этих поляков. Ну, порядка, который взяли в бюджет, когда наши войска вошли в Польшу в 1939 году. Причем я сейчас не могу говорить о том, что там масса несуразиц. И как раз выясняется, была масса фальсификаций, чтобы доказать, что это сделали наши. И те люди, которые наши, которые получили приказ фальсифицировать, они его приказ не нарушили, но они сделали все, чтобы оставить следы, что это фальсификация. Ну, например, там написано в якобы бумаге 40-го года, что это делается по решению ЦПК КПСС. Кто помнит, когда коммунистическая партия Советского Союза стала называться коммунистическим? В 1952 году, в 1919-м, в съезде ВКПП. Она была из ВКПП временного КПСС. В 1940 году это называлось по-другому. То есть люди совершенно сознательно лябали ошибки. Есть целый ряд просто элементарных фактов, которые разбивают эту схему. Мы сейчас говорим о другом. Давайте посмотрим, как работает психоисторическая война на данном конкретном примере. Первый уровень информационный – это русские, то есть советские, расстреляли поляков. Это информационный. Следующий уровень – это сектуальный. А вообще, почему они это сделали? Потому что сталинский тоталитарный режим. И, наконец, следующий смысловой уровень. А почему русский тоталитарный режим? А потому что они рабы в своей натуре. Это уже метафизика и смысл. А следовательно, они должны принять демократические ценности. А если они не хотят демократические ценности принять, значит, мы летим к ним. Вот это три разных совершенно, так сказать, уровня психоисторической войны. Ну, чтобы у вас была информация по поводу контейнер, если кто-то говорит вам и глупость, и всякие, сказать, звери. Была, значит, история о том, что это советские НКВДшники расстреляли поляков. Естественно, каких-то поляков, например, что-то расстреляют. Интересно, что, по-противнику, нужно талоны на усиленное питание отдавать. Но, тем не менее, насчет массового расстрела эти факты побываются волчим. Гибельсовская версия, которая у нас потом восторжествовала, заключается в том, что расстреляли мы в мае 40-го года. Наша версия расстреляли немцы в сентябре 41-го. Значит, если действительно это мы расстреляли в мае 40-го года, почему, когда были вскрыты сгубированные трубы, там желтые листочки березные? Желтые березовые листочки не бывают в мае, а не бывают в сентябре. Вторая вещь. Почему-то многие поляки убиты немецкими пулями. Это что, в 40-ом году инководержники знали, что когда-то придут немцы, и они зарядно стреляют немецкие пули, чтобы на них свалить? Еще одна вещь. Руки связаны по расстрелу бечевкой. У нас бечевки не было до 46-го года. Бечевка к нам пришла, это чисто немецкая вещь. У нас вместо бечевки до 45-го года была фланелевая, такая нитка толстая. Самое интересное, что от Катыни к 10-ти километрах находится фабрика, которая сделала эти фланелевые верюки. И, наконец, еще одна вещь. Там, где расстреливали, в этой зоне, очень много пионерских лагерей. Ну, допустим, расстреливали в мае. В мае еще дети не едут в пионер-лагеря. Но дело в том, что в мае в пионер-лагерях идет со страшной силой уже подготовленный. Так советую детей. Почему-то именно туда привезли людей, и там их расстреливают. Если, конечно, в сентябре, когда уже никаких пионер-лагерей нет, тогда все становится широко понятно. То есть эта схема разбивается на уровне фактов, так же, как схема с малайзийским Боингом. Но дальше от информации делается скачет в концептуальной сфере и сфере метафизической. То есть психоисторическая война – это вот то, что наполняет любую гуманитарную науку, сферу идеологии и свободную научную дисциплину современную в мире от психоисторической войны нервит. Если вы будете читать журнал «Иконопис» английский, ну, скажем, этого года, там будет постоянно говориться, когда Асад применил химическое оружие против своих граждан, это не доказано. Но, тем не менее, это постоянно вбивается в голову. Вот это самый такой простой информационный уровень, и для многих этого хватает. Поэтому, когда мы будем заниматься наш курс русской истории, мы будем постоянно иметь в виду, что это часть современной жизни психоисторической войны. Еще одна проблема, связанная с русской историей – это проблема языка описания. Дело в том, что объективно так сложилось, что русская, что наука об обществе сформировалась и оформилась на Западе в XIX веке. Сначала экономическая наука, потом социология, потом технология. И все понятия, которыми мы пользуемся, они отражаются в Западе в мире. Понятия частной собственности. Далеко не во всех обществах есть частная собственность. А как вы думаете, что является вообще условием того, чтобы была частная собственность? Вот без чего частная собственность невозможна? Без частного лица. Вот если нет частного лица, не может быть частной собственности. Проблема заключается в том, что частные лица появляются с разложением феодализма в Европе и при капитализме. Например, если мы возьмем индийское традиционное кастовое общество, нет там никаких частных лиц. Дело в том, что это в Европе последние 500 лет физический индивид и социальный индивид совпадают. А вот социальный индивид в Индии – это каста. Социальный индивид в античности – это полис. Социальный индивид в Китае – это клава. То есть, вот та наука, которая возникла назад для объяснения самого уже западного общества, она адекватно отражает это общество, ну, примерно до 1970-х годов нашего века. Потом, так сказать, начал процесс ломаться. Но проблема заключается в том, что вот эту науку об обществе, которая отражает западные реалии, нам дают как универсальную. И эта вещь не безобидна. Потому что, если нам говорят, что рынок, демократия западного образца, политическая жизнь западного образца – это норма, то, значит, все то, что не похоже, значит, это отклонение. И, значит, это должно как-то искореняться, чтобы общество становилось современным. Ведь понятие модернизации предполагает – делайте, как мы, и у вас будет все так же, как у нас. Но если ты начинаешь кого-то догонять, то ты никогда не догонишь. Догоняющий никогда не догонит. И в этом отношении проблема языка описания становится очень и очень важной. Я вам приведу два примера неадекватности описания. Они, кстати, не имеют отношения к России, но он очень красноречий. Был такой социолог замечательный немецкий – Макс Вебер. В начале 20 века он очень хотел найти на Востоке народ и религиозную традицию, похожую на протестантизм. И, как ему показалось, он это нашел. Он это нашел в конфуциалстве. Дело в том, что конфуциалство – это не религия. Это очень такая практическая, повернутая, не на потусторонний мир, в отличие от буддизма, скажем, или слава, система, где главное – выполнять некие правила. И одним из ардументов Вебера было следующее. Главное в протестантизме – это такая термина – патрия потестантизма, власть отца. А в Китае есть такое понятие – сяо, сыновья почтительность. И по мнению Вебера эти две вещи, они взаимодополняют друг друга. И вот здесь Вебер допустил типичную западноцентричную ошибку. Дело в том, что патрия потестантизма – это власть личности отца. А сяо – это ролевая характеристика. Дело в том, что китайская общество – ролевое. Там личности европейского понимания нет. Там есть совокупность ролей или лиц. Поэтому самое страшное в китайской, японской, корейской культуре – это что? Потерять лицо. Потеря лица. Что значит потеря лица? Ты не выполнил ту роль, которая тебе приписана. И сяо – это роль младшего. Поэтому, как написал один наш разведчик, который долго работал в Китае, написал замечательную книгу «Практическое китайевидение». Он говорит, что китайцы, естественно, там так же, как везде эти хорошие люди, плохие люди. Но есть принципиальные вещи, которые не объяснят китайцу. Китайцу не объясняют, что такое героизм, а что такое сентиментарность. Потому что это не входит в ролевую сетку. Это личностное поведение. У китайца другое, скажем, вот его выручали. У китайца несколько раз выручали, потому что иначе потеряли его лицо, поскольку он старше и по отношению к ним младше. Но это не героизм и не личные чувства, а это младшее поведение. И вторая вещь. Ну, в Китае много подалеку. Вы скажите, пожалуйста, из тех, кто знает английский и французский язык, как перевести на европейские языки, по английски, на английский, наверное, больше всего, русское слово «тоска». Сет – это печальный. Мне французы от нас сказали «меланхолия», «меланхолия». И понимаете, какая штука? Меланхолия ведь не хочется. А вот о тоске хочется иногда забыть. Так как перевести русское слово «тоска»? И вторая вещь. Как перевести по русский язык английское слово, которое англичане произносят как «примеси», а американцы «прайреси». Как перевести на русский язык? Частно. Частно. Что значит «часно»? А нет, существительный переведите. В «примеси» это «существительное». Я хотел бы получить русское «существительное». Собственность. В «беланхолия» собственность будет. Понимаете, вы знаете, как в начале 50-х годов переводилось в советских словарях «чувство одиночества». Другого. Дело в том, что вот это и есть та сложность, с которой ты сталкиваешься. Так, а «тоска» переведем на русский язык, нет? То есть на английский, на французский. «Тоска» можно перевести затруднение, потому что здесь очень много всяких эмоциональных коннотаций. Более того, очень не всегда легко донести смысл. Опять же, это не русский пример, а вот была такая берманская социалистическая партия. Ну и когда они приехали сюда, их обучали, и им обучали, что вот есть закон единства и борьбы противоположностей. Вот бермансы, поскольку они буддисты, они понимали, что такое единство противоположностей. Потому что какой борьба противоположностей они никак не могли понять. Еще одна вещь, вот термин, термин «революция». Китайцы его переводят как «гэми» – смена мандата. Смена мандата в китайской творчестве – это то, что император имеет мандат на правление от народа. Если император неправильно себе говорит, неправильно, народ начинает голода, дождей, мало, коррупция, то народ имеет право лишить его мандата, сменить мандат. Это называется «гэми». Вот так переводится на китайский язык слово «революция». То есть мы очень часто, вот я сам окончил, из-за того русского, ту страну, азиатами, Россию, очень часто мы переводим на, привыкли к переводу неких понятий, которые на самом деле так не переводятся. Совсем простой пример. Ислава. Очень часто у нас Ислава определяет как нерасчлененное единство религии и политики. Нерасчлененное единство. Возникает вопрос, если это единство нерасчлененное, мы откуда знаем, что это религия и политика? Мы же совершаем чисто такую психологическую и логическую ошибку европейцев. То есть мы видим некую сущность Ислава. И эта сущность в своей системе выполняет ту функцию, которую в нашей системе выполняет христианство и политика. Поэтому мы говорим, что Ислам – это единство религии и политики. Но это же бред на самом деле, потому что в Исламе нет религии и политики, а есть Ислам, а мы лепим наши понятия. Понятно, что с Востоком дело значительно сложнее, чем с Западом. Но и с Россией, как мы потом посмотрим на проблеме самодержавия, центральная проблема до религии, до России, у которой нет аналогов, и перевод которой как «отокроси» на английский язык, оно не вполне адекватно. То есть история, любая история, любой социальной системы упирается в то, что нужен адекватный язык. Был такой замечательный физик Шрёдинга, который решил, что он биологом объяснит, что такое феномен жизни на языке физики и химии. И он написал замечательную небольшую книжку. Что такое жизнь? Книжка очень интересная, но она из того разряда, который англсакс называет «Тюриде Ферриде» – «Блестящий пророк». Феномен жизни можно объяснить только на языке биологии, не как на языке физики и химии. То же самое с социальной историей. Поэтому Доминик Ливен, это, так сказать, человек-историк с русскими корнями, семья которого уже более старичек в Англии, он говорит о том, что нынешняя стереография, западная, это такое прославление англосаксонского опыта развития на языке этого развития. Нужен другой язык. Собственно, когда мы будем говорить о русской истории, мы и попытаемся решить целый ряд проблем терминологических. Потому что если ты принимаешь чужую терминологию, то ты получаешь тогда не живую модель своего общества, а восковую фигуру, которую Шелл Холмс посадил у себя в кабинете, и там ее, так сказать, крутили, а полковник Моррин именно в нее стрелял без своего знаменитого пневматического оружия. То есть одна из важнейших проблем, связанных с историей, это теория. И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы, о которых нужно договориться, а не о других вещах, чтобы потом на них не затыкаться. Значит, скажите, пожалуйста, вот есть такая вещь, научный факт. А вот факт, это что такое? Вот как мы определим научный факт? А вы опыт как проводите? Спонтанно или у вас есть какая-то уже неделя? Подсказка. Эмпирический факт и научный факт. Это одно и то же или нет? Вот смотрите, мы проводим опыт. Сейчас мы выходим на улицу и смотрим. В 9 часов солнце вот здесь, в 12 здесь, в 3 здесь. И мы какой должны мы быть сделать эмпирический? Солнце вращается вокруг Земли. Вот это и есть эмпирический факт. Эмпирический, это достоверно? Вполне нет. Тогда чем отличается научный факт от эмпирического? Может быть, в том, что я не раз. Что? Я не раз, может быть, в том, что я не раз. Нет, ну мы каждый день встаем, и солнце-то ходит вот каждый день. Как? Как вы здесь? Он очень обоснован, обоснован каких-то данных. Вот, знаете, Эйнштейн даже сказал такую вещь, мы сейчас подумаем, он нормальный человек или он прав. Вот, Эйнштейн сказал, будете ли вы наблюдать то или иное явление или нет, зависит от той теории, которой вы пользуетесь. Это как? Вот как понимать Эйнштейн в данном случае? Будете ли вы наблюдать то или иное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. Ну, наверное, говорит о том. Ну, смотрите, мы видим, и мы говорим, да, солнце вращается вокруг Земли, и массу такого рода эмпирических наблюдений мы можем зафиксировать. Значит, запишите, пожалуйста, классическое определение научного факта, оно вам потом пригодится. Научный факт – это эмпирическая реальность, включенная в рамки той или иной научной теории. То есть, вне научной теории нет научных фактов, есть только эмпирические факты, которые могут солгать. Поэтому тот же Эйнштейн говорил, природа коварна, но незлонамерена, в отличие от человека. То есть, природа сознательно врать не будет. А вот человек может, исходя из своих интересов, написать в хронике, совершенно приписать другие мотивы действующего. Значит, иными словами, вне научной теории не бывает научных фактов. Эмпирический факт – это еще не наука. Мы должны его включить. И поэтому один и тот же эмпирический факт может породить несколько научных фактов. И вот здесь становится проблема. А как выбирать? Вот перед нами есть несколько научных теорий. Несколько предпитаций условно русской истории. Как выбирать? Как решать? Какая теория справедлива? Мы не можем поставить опыт. Более того, да и опыт не всегда может ответить на вопрос. Но мы сейчас забыли об этом. Мы не можем поставить опыт по поводу 15 века. И у нас есть несколько теоретических интерпретаций русской истории. Несколько интерпретаций о притче, например. Как будем выбирать? Есть какие-то критерии для выбора? Выгоднее? Кому? Понимаете? Знать бы, кому выгоднее. Дело в том, что нет единого лица, которому было бы выгодно. Обязательно найдется кто-то, кто решит свою выгоду выгоднее. Мы потом выгоднее к науке не имеем никакого отношения. Мы говорим о научно-рациональном анализе. Значит, какие есть какие-то критерии? Ну вот, да, мы бы сказали, что национальность. Потому что более-менее разумно. А-а-а, нет, это не критерии в данном случае. У Льва Николаевича Гумилева есть такой термин – пассионарность. Пассионарные люди, там, пассионарность. Вот это проверить принципиально, можно или нет. Фрейд говорит, что сексуальные переживания человека полностью воздействуют на него. Но он задушен между сексуальными переживаниями человека и его действиями. Психология, воспитание, масса всяких других вещей. Он эти звенья выбросил просто. Значит, первый принцип, запишите пару раз. Мы сейчас запишем несколько регулятивов, которые мы будем постоянно пользоваться и проверять. Врубно или нет. Первое – принципиальная проверяемость. Тот же Львов Николаевич Гумилев, когда его приперли однажды за стенки в одной дискуссии, спать, а что это, как пассионарность, он сказал, ну, вот примите это. Ну, это похоже на Григория Распутина, с его, я так вижу. И все мое уважение к Григорию Николаевичу Гумилеву. Второй регулятив – предсказательная сила. Если одна теория, да, все вот эти будут пять пунктов, они работают только как система. Если теория, в две из-за две теории, одна может нам кое-что предсказать, а другая ничего не предсказывает, ясно совершенно, что почти не отдается той, которой предсказательная сила больше. Третье – максимальная общность. Речь идет вот о чем. Есть так называемые теории от Хокка, к случаю, которая объясняет только одно данное явление. А вот если есть некая теория, которая объясняет это явление, его следствие, рядом, рядоположенные явления, вот это и есть максимальная общность. Четвертая – позитивная или негативная преемственность. Ну, позитивная преемственность – понятно. Я выстраиваю свою теорию на более высоком уровне уже существующей, или наоборот, я отталкиваюсь от существующей, я ее снимаю в своей теории, как теория Ньютона снимается в теории Штейна, но связь должна быть. И, наконец, самое главное, главный регулятив. Последний, пятый. Принципиальная простота или, правильно, бритвы Оккома. Кто слышал это вообще имя Окком? А скажите, кто смотрел фильм, снятый по книге Умберта Эка «Имя Роза»? А что, никто не смотрел? А вот я очень рекомендую посмотреть. Понятно, что книга сильнее фильма. Дело в чем. Там главный герой, Баскер Бигг, говорит, что мой учитель – Окком. Окком – это философ-этоолог, середина 14-го века. Уильям из Оккома, точнее. Окком – это не фамилия, это место откуда. Почему? Бритва Оккома. Значит, правило по-латыни звучит так. Энтия нонсун мультипликанта претерна соситат. Не надо умножать сущность и сверхнеобходимость. То есть, если упростить, из двух теорий – та предпочтительна, которая пользуется меньшим количеством аксиумов. То есть, если ты объясняешь, что ты говоришь, вот причина, вот, вот, вот и вот, то ты приходишь и говоришь, нет, вот такая причина. Например, когда пателемеевская система астрономическая, согласно которой Земля, вокруг Земли вращаясь в Солнце и другие планеты, стала приходить упадок, просто, так сказать, совершенствовала техника наблюдения, выяснилось, что пателемеевская система не срабатывает, но ее очень хотелось сохранить. И тогда, чтобы ее сохранить, была, то была придумана следующая. Было сказано, что погрешности возникают из-за того, что есть такая точка – эпицикл. И вот планеты вращаются вокруг Земли, и еще и вокруг этого эпицикла, и отсюда такая погрешность. Ну, лет на 10 это решило проблему. Но в 15 веке уже технический технологий быстро развивался, и выяснилось, что и эпицикл не решает проблему. И тогда была введена еще одна точка – дефилент. Планеты и Солнце вращаются вокруг Земли, все вместе они вращаются вокруг эпицикла, и вместе с эпициклом они вращаются вокруг дефилента. Это делалось, чтобы спасти тюрьмейскую систему. Потом приходит Коперлик и говорит, ребята, это все полная ерунда. Нам не нужны ни эпицикл, ни дефилент, если у нас мы принимаем, что Земля, Солнце, эта Земля вращается вокруг Солнца. Единственное, в чем ошибался Коперлик, поскольку он по эстетическим, подчеркиваю, сугубо эстетическим соображениям избрал круг, он считал, что планеты обращаются по кругу, а через сотню лет после него было решено, опять же, по эстетическим соображениям. Что по элипсу, потому что элипс – это была любимая фигура барокко, но элипс совпал с реальностью. То есть, вот, дефилентный принцип – это нарушение правила бритвы окон. Значит, вот, пожалуйста, запомните вот эти вещи, о которых мы говорили, и мы когда будем говорить о разных антикризациях, мы будем вспоминать эти пять регулятивов. И теперь еще одна вещь, которую мы должны запомнить, это вещь, связанная с понятием, которое очень активно использовал Маркс, это, запишите, пожалуйста, его совокупный процесс общественного производства. Совокупный процесс общественного производства – это и есть общество. Вообще, у нас в конце 80-х, начале 90-х годов, когда начали уже бомбить его советскую идеологию, у нас марксизм выбросили и попали в положение таких провинциалов, которые разделываются с очередным модным костюмом и пытаются найти другой модный костюм. В этом отношении, так сказать, марксизм, он никуда не делся, отличаясь от западной традиции, очень мощная. Вот я не являюсь марксистом, но я очень уважаю эту традицию, и я много оттуда почерпнул. По крайней мере, на мой взгляд, марксизм и как идеология, и как научная программа намного интереснее и консерватизма, и либерализма. И это часть западной идеи и системы. Более того, за последние 10 лет маркс в связи с кризисом на Западе выдвинулся на место популярной фигуры номер один на Западе. Если вы посмотрите в интернете, сколько сейчас работ появляется о Марксе, причем они пишут не только левые, но даже такой человек, как Жак Атали, это идеолог глобализации, идеолог мандиализма, он даже написал биографию Маркса, и она нас переведена в Сирии и Жезе. Маркс его интересует, прежде всего, как человек, который подарил идею мирового правительства. Но, как говорит Атали, мировое правительство будут создавать не пролетарии, а буржуазия. И в этом отношении Маркс для него это очень-очень большая величина. Так вот, совокупный процесс общественного производства состоит из пяти фаз. Запишите, пожалуйста. Нам тоже нужно будет, чтобы всякие глупости накинуть. Первое. Распределение факторов производства. Это элементарные вещи, но их нужно знать обязательно. Распределение факторов производства. Действительный процесс производства – это следующая фаза. Ну, вы представьте, процесс производства окончен. Что дальше мы делаем? Вот закончен процесс производства. Следующая фаза какая должна выполнить? А? Распределение продуктов труда. Дальше. После распределения. Записыв. Следующее что? Реализация. Реализация – это, так сказать, очень капиталистический подход. Потребление. Потребление. Вот представьте, есть сапожник, который делает сапоги. Вот он сделал сапоги. Он их будет потреблять? Нет. Значит, какая фаза должна быть? Рядом с сапожником должен быть булочник. Обмен, а потом потребление. Значит, у нас четвертая фаза – это обмен, и пятая фаза – потребление. Причем, как говорил Маркс, общественный характер производства – дань обмену. Если люди не обменяются продуктами своего производства, задая должность в социальных связях, процесс не будет воспроизводиться сапожник, не может есть сапоги. А в будущем, только для того, чтобы он успеет воспроизводить свою рабочую силу, свою плену, ему нужен материал, значит, они должны обмениться. Так вот, представьте некую систему, совокупного процесса общественного производства. Какая фаза определяет качество этого общества, то есть его системного природержа, является капиталистическим, феодальным? Обмен. Обмен? Распределение. Распределение чего? Мак. Фактор, правильно. Распределение, фактор производства. Я прихожу и говорю, это земля моя, и вы будете на ней работать. Это всегда есть. Я прихожу и говорю, капитал, то есть, овесчисленный вот такой капитал, это овесчисленный труд, который реализует себя как медовая стоимость. Я говорю, вот у меня есть капитал, здесь рабочая сила. Человек говорит, возьми меня на работу, эксплуатируй мою рабочую силу. Вот это и есть распределение факторов производства. Значит, запомним, что эта фаза является решающей. Фаза, которая именно она определяет, какое это общество. Человек приходит и говорит, вы теперь принадлежите мне, ваши дела принадлежат мне. Это и есть рабовладение. Но вот на этом все наши сложности не кончаются. Наука это все замечательно. Но дело в том, что помимо науки, мы сейчас не говорим о религии, существует еще одна форма организации знаний. Эта форма называется идеология. Кто мне будет рассказать, чем идеология принципиально отличается от науки и религии? Вообще, зачем нужна идеология? Вот смотрите, первые 200 лет истории капитализма люди выясняли свое отношение с помощью религии. Протестанты, били католиков и наоборот. А идеология зачем нужна? Для цели, для риски. Это понятно. Замечательно. Почему? Вообще, кто знает, когда появилось слово идеология, термин. И дело в том, что когда появляется термин, появляется этот финал. Запишите, пожалуйста. В 1796 год термин «идеология» придумал француз Д'Истюд Д'Этраси. Д'Истюд Д'Этраси. А в 1800 году он стал пользоваться термин «идеолог». То есть мы можем сказать, что идеология возникает вот в начале 19 века, в конце 18-го, 19-го века, зачем понадобилась идеология? Вот почему нельзя было решать проблему с помощью религии? Любая вещь, которая появляется, она всегда носит какой-то практический характер. Зачем нужна была идеология? Для контроля и управления массой. Чтобы цепи, чтобы было бы не было страшно. Принус наук, который стал изменять. Значит, скажите, пожалуйста, вот религия, христианство в данном случае, она апеллирует к времени или к вечности? К вечности. К вечности. Они его не воспринимают. И первоначально даже термин «революция», кстати, кто знает, когда в прямые термин «революция» появился как политический. Это произошло в 1688 году. Во время так называемой «славной революции», которая все вернула на круги слоя. А как думаете, есть какая-то связь между славной революцией и революцией, но я имею в виду не прямую связь, что во время революции, так сказать, из революера расстреливали противников, а этимологическая связь «революция» – революция. Движение по кругу. И впервые термин «революция» и был применен в 1688 году, потому что после Кромбелевской революции как бы все пришло на круги слоя. И больше ста лет термин «революция» означал политический поворот к прошлому. И вдруг происходит французская революция 1789-1999 года, и термин «революция» меняет значение. Это уже первый поворот не на 360 градусов, а на 180. И главным результатом психологической французской революции было то, что изменение неизбежно. Вот хоть ты лопни, хоть ты тресни, не нравится тебе изменение, но оно придет. И теперь нужно его осмысливать. Значит, нужно осмысливать время. И вот теперь представьте, какие могут быть в принципе реакции на неизбежность изменения. Нам не нравится изменение, мы не можем ему сопротивляться, мы можем его немножечко притормозить. Как мы назовем такую программу? Консерватизм. Совершенно верно. И консерватизм у нас формируется в 20-е годы 19-го века. А если нам нравятся изменения, какие здесь возможны будут варианты? Здесь уже, может быть, два варианта. Потому что одним нравятся изменения постепенные, а другим революционные, стычкообразные. Если нам нравятся постепенные, как мы называем такую идеологию? Либерализм. А если резкий революционный марксизм? Собственно, больше других идеологий нет. У нас могут писать про идеологию империализма, но на самом деле идеологии в строгом смысле этого слова может быть только три. И они фиксируют наше отношение к изменениям. Поэтому в конце 20-го века, когда стало ясно, что капитализм пробуксовывает и у него нет больше потенций к развитию, появилось огромное количество книг с названием «Конец прогрессии, конец идеологии». И вот сейчас нынешний кризис идеологический. Это кризис не только марксизма. Это кризис всех идеологий, которые пользуются понятием, можно ли вам сказать, центральным понятием, характерным и для либералов, и для марксистов. А у консерватора к этому относятся плохо. Еще раз. Есть понятие, к которому со знаков плюс отверстийся либералов и марксистов. Они клянутся этим, они под знамением заново. Изменения какие-то. Какое изменение? Правильно, изменения. Но изменения бывают регресса, а бывают прогресса. Совершенно верно. Правильно. И вот теперь, поскольку нам очень нужно будет это понятие, давайте попробуем дать определение. Мы вообще много будем с вами давать определения, потому что, как говорил Декарт, его дефинировали, осталось демо. Определяется значение. В чем большая беда наших гуманитарных наук, которые в результате превращаются в гуманитарщику и свободу? Это не четкость, не определенность понятий. Вот у нас, например, с легкой руки Хантинг, кто-то, который написал столкновение цивилизаций, у нас стало очень модно понятие цивилизации. Но в основе этой моды лежит очень простая вещь. Цивилизация понятия большей частью ненаучна, его нужно научное понятие давать. Поэтому человек, который пользуется термином цивилизацией, он может блудить словами сколько угодно и не отвечать за это. Это вот такая гуманитарная безответственность. Вот мы с вами будем стараться определять значение слов, и давайте попробуем, друзья, а что такое прогресс? Потому что нам придется сталкиваться с вами, с разными дефекциями, мы будем читать, как мы будем. Это общество более прогрессивное, это менее прогрессивное. Что такое прогресс? Улучшение. Улучшение? А улучшение скажите, пожалуйста, вот кто является, что является критерием улучшения? Вы знаете, переход от феотализма к капитализму, это прогресс? Разрешен. А знаете, сколько праздников было у крестьян во Франции и в Германии в средние века? У них было помимо субботных сентября 56 нерабочих дней. Такое количество праздников Франция получила только при Деголе в начале 60-х годов. Переход к капитализму означал резкое ухудшение питания для 90% населения. То есть прогресс для одних, это всегда регресс для других. Социальный процесс это игра с нулевой суммой. Поэтому я пользуюсь темным трансгресс нейтральной. То есть это трансгресс для одних прогресс, для других регресс. Поэтому когда мы говорим лучший, что значит лучше? Знаете, был такой афорист польский, Ежелес, который как-то написал, если людоеды начинают портываться вилками и ложками, это прогресс? Это прогресс? Значит, давайте все-таки попробуем. Причем давайте порассуждаем сейчас о прогрессе, более простой вещи. Вот забудем про общество. В обществе это сложная штука, более сложная. С точки зрения развития животного мира прогресса есть или быть? Как звучит дарвиновский принцип эволюции? А по-английски? Сильнейший, очень неудачный перевод. Как по-английски звучит? Северо, лде фитнес. А что такое фитнес? То фитнес, вот когда вы там, скажете, меряете обувь в магазине или вы говорите, если он неудачный, он неудачный. Значит, наиболее приспособленный. А кто у нас наиболее приспособленный существо, которое вообще не умирает? Одноклеточное. И если бы, и если бы у нас принцип эволюции был сывалого овна-фитнес, то она должна была остановиться бы на одноклеточном. Но она не остановилась. Я сейчас не буду затрагивать вопрос, но вот прогресс это что такое? Извинение. Что? Извинение. Замечательно. Вот человек заживается муртельной болезнью и меняется. Это прогресс. Давайте попробуем поиграть подсказку. Поиграть с объявлением прогресса, исходя из трех базовых кирпичиков. Это вещество, энергия и информация. Я сейчас сознательно буду упрощать вопросы, примитивизировать. Где у людей, у живых существ хранится информация? В Москву. В Москву. Хорошая, правильно. Но дело в том, что вспомните, вот в детстве вы не могли никогда, первый раз видите паука, и вы в подсознании пауга, паука или змею. Значит, помимо мозга, где эта информация еще проявится? Где? Гермес. Гермес. Совершенно верно. Теперь провокационный вопрос. Где больше? Пау мозгу. Миничную информацию больше на каждую сутали. Изначально. Вот на первых суток. Больше миническая. Так. А где? Правильно. Где барьеры? Где барьеры? Вот с какого момента, у какого класса существ информации в мозгу стало больше, чем в генах? Для капитающих. А? Рептилии. Рептилии. Дело в том, что вот палеотологи, их интересует вопрос, почему там динозавры вымерли. Значит, это более интересный вопрос, как динозавры 160 миллионов контролировали сушу, воду и море. Можно смеяться сколько угодно тем, что у диплодока был мозг размером с генский орех, но динозавры капритилив были первыми существами, у которых в мозгу информация была больше, чем в генах. Они были умнее других существ. И дальнейшая эволюция шла по линии накопления информации и увеличения энергетического потенциала. А вот я вам очень рекомендую, посмотрите, она есть в интернете. Это книга Карл Саган, Дракон и Эдема. Карл Саган, Дракон и Эдема. Это у структуров мозга. Значит, смотрите, как дальше шла эволюция. А может, вы мне ответите, чем энергетически, межепитающие превосходят... Потому что нам потом мы будем сравнивать разные системы, в том числе Россию с другими, по энергетическому потенциалу, информационному. Чем предупитающие превосходят рептилию энергетическую? За счет чего? Теплая кровь. Теплая кровь, совершенно верно. Но за это нужно расплачиваться. Как говорят наши друзья Англосаксы, каждое приобретение есть потери и наоборот. Например, крокодилу для того, чтобы просуществовать год, ему нужно, например, 10-12 буйволов сожрать, условно. А льву около 100. Значит, это расплата за теплую кровь. А чем еще млекопитающие отличаются от рептилий? Теплая кровь. Что еще есть такого? Что нет? У млекопитающих есть три эволюционных оружия, которые позволили им совершить совершенно фантастический спячок. Причем теплая кровь. Это и не главное. Дело в том, что были теплогромные рептилии. Они просто пришли раньше времени, они пришли в конце триасового периода. То есть триасовый, и они выиграли уже в конце триасового. Это так называемый заверегач. Это динозавр, у которого была теплая кровь. Но это была на тот момент ошибка природы. Это была рана. Значит, то есть не теплая кровь. Есть еще две мощные революционные вещи, связанные с упаковкой информации, которые позволили млекопитающим сделать рывок. Это демо в информацию. Что? Демо в какой-то момент. Обучение, а с чем обучение связано, с какими изменениями? Ну, естественно, вы этого не можете знать. Значит, если не читали книжки популярные. Дело в том, что у млекопитающих появился новый раздел исторический мозг, лимбический мозг. Это та часть мозга, которая отвечает за удовольствие, получаемое от познания нового и от созерцально красивого. У рептилий есть только рептилий. Мозг-эр-комплекс. Это самая древняя часть нашего мозга. Она ведает агрессии, сексуальным поведением, контролем именно территории и иерархии. И самое страшное оружие млекопитающих – это короткий сон. Короткий сон. Скажите, пожалуйста, вы когда спите, вы все время видите сны, нет? Нет. Это вам кажется. Больше вы очень короткое время видите сны, это полное отключение. Остальное время вас легко разбудить на самом деле. Как вы думаете, в чем был эволюционный смысл короткого сна, потому что это действительно самая страшная улица наружного. Вот, например, рептилии, они не спят, они просто погружаются в некое дремонное состояние, когда холодно. Я рассказываю постоянно одну и ту же историю. У меня мой студент, который работал с геологом, переводчиком в Мозамбеке, очень-очень далеко. Там была речушка, а он уже озверел, он сидел там почти год, ему уже делал ничего, он уже озверел от скуки. И он вздыхался так утром, ему не лит, он сделал большую рогатку. Набирал камни и шел к речушке. Утром в 6 часов там было довольно прохладно. И там было ста лекарства, которые лежали в таком отспенении. Он забирался на лиановый такой мостик и расстреливал их из крупных камней. Я говорю, ну и чего? Он говорит, ну вы держишь ему по морде камнем. Он говорит, хлопает зубами, клацает, а холодно. А он говорит, теперь все равно. Это ехать расстреливать. Вот, то есть у рептилий, как бы, сна нет. Есть такое вот ремонтное состояние. У млекопитающих есть сок. Значит, поскольку млекопитающие конкурируют с рептилиями, и поскольку, так сказать, чаще всего, единственное, что они могли из-за своих размеров, это пожарать их яйца, они могли это делать только ночью, когда эти ребята находятся в таком состоянии. Но если я ночью буду вступ, значит, днем я должен немножечко поспать, а вот если я спрямлю, значит, я превращаюсь в мишень. Значит, мне нужно какую-то часть на полность, а не час, а очень небольшую, а остальное по, так сказать, бодрствую, да, вот так появился короткий сок. То есть, то, что мы называем прогрессом, как рабочую гипотезу запишем, давайте, прогресс, это увеличение информационно-энергетического потенциала системы, увеличение информационно-энергетического потенциала системы, сейчас для нас не важно, какая это система, общество или живой организм, информационно-энергетического потенциала системы, при сохранении или даже уменьшении вещественной массы. То есть, принцип small is beautiful. Обратите внимание, эволюционно гигантизм, это всегда вырождение. Вырождение, гигантские ящины, гигантский человек, параметр прогустов. Кто в детстве читал книгу ранее старшего «Борьба за огонь»? Ну, там были так называемые синеволосые люди, это были гиганты такие, где-то 2,5-3 метра. Это параметр прогустов, это тупиковое вырождающееся ветвь человечества. То же самое в технике. Гигантские танки, это тупик, там должен быть компактный. То есть, вещественный прогресс, это увеличение информационно-энергетического потенциала при сохранении или уменьшении вещественной массы. Но это общее абстрактное определение. Как только мы с этим определением вторглежимся в общество, здесь начинаются проблемы. Потому что в обществе есть такая штука, как цель. А цель, как правило, ставит системообразующие группы общества. Системообразующие группы общества. Кто? Системообразующие группы. Вот кто является системообразующим группой феодального общества? Феодального. Феодального. А буржуазного общества? Капиталисты. Капиталисты. Идея, что есть ценностные определения, но классовый характер. И поэтому определить прогресс здесь не сложно. Здесь само определение прогресса – это интеллектуальная борьба в сфере классов. Значит, вот мы на этом сейчас эту тему оставим, вот к ней будем потом возвращаться. Сейчас я хочу закончить идеологию. Вот сейчас очень много говорят о современном мировом кризисе. Помимо прочего, это кризис идеологии. Сейчас нет ни одной идеи системы, которая может предложить некую программу будущего. И это означает, что старая система капиталистическая подошла к концу по старости, по слабости. И, к сожалению, старые системы никогда не уходят мирно. Они срываются и они уходят с большей и меньшей кровью. Потому что те, кто рулит этими системами, их главная задача в любом случае – это сохранить себя в качестве привилегированной группы нового общества. Иногда это не получается. Например, у верхушки позднее античного общества это не получилось. Иногда это получается очень хорошо. Например, верхушку феодального общества, которая начала демонтировать феодализм в середине 15 века, и она настолько успешно это сделала, что в середине 17 века у власти было 90% тех семей, которые находились у власти в середине 15 века. Я имею в виду не только королей, но также герцог, графу, всю верхушку. Вот то, что сейчас происходит на Западе, хотя нам эта тема понадобится в самом конце нашего курса, забегая вперед, это демонтаж капиталистической системы и ее верхушки таким образом, чтобы оказаться она вверху в новой социальной системе. Для этого, правда, нужно очень постараться. Нужно выкосить значительную часть населения, разрушить образование и очень много чего другого сделать. И, по-видимому, этот процесс выходит из-под контроля. Что-то мне подсказывает, что он пойдет не по феодальному пути, а по позднему античному. Значит, иными словами, идеологический кризис всегда накладывает свой отпечаток на кризис в науке. Потому что так получается, что наука об обществе, созданная в XIX веке, так или иначе, связана с той или иной идеологией. Наиболее теоретизированная наука связана с марксизмом. Эпирическая наука связана с либерализмом, с консервативным. Ситуация сложнее. Теперь по базовым наукам, чтобы нам они не мешали заниматься историей. Скажите, пожалуйста, экономическая наука когда возникает? Например, как вы думаете? Экономическая наука. Можно даже кто-то знать, как она называлась, когда ее создавали. Она называлась политическая арифметика, создал ее Уильям Петти в конце XVII века. Но в конце XVIII века Адам Смит в начале XIX века лекарды создали науку, экономику, экономическую науку. Значит, каждая наука отличается от другой тем, что у нее есть некий базовый объект, который не изучает никакая другая наука. Например, у химии свой объект, у физики свой объект. Каков объект экономической науки? Экономическая наука изучает что? Такого, что не изучает ни одна другая система. Рейнер, совершенно верно. Вслед за экономической наукой появилась социология в 40-е годы. Да, у нее практическая цель была очень простая – превратить опасные классы в трудящиеся. Базовый объект изучения социологии какой? Что изучает социология? В общественном отношении людей. Что? В любом обществе. Да. В любом? Да. В буржуазном, совершенно верно. Оно изучает так называемое гражданское общество. Потому что с понедийным аппаратом социологии невозможно изучает, скажем, традиционную линию, кастру или племенную острову. Это современные буржуазные общества. И, наконец, политическая наука, которая охранилась в конце 19-начале 20-го века, что является базовым объектом изучения политической науки? Политическая сфера и государство. С историей здесь более сложный момент, сейчас мы его трогать не будем, но давайте запомним, что три базовые науки, то есть каркас западной науки о современном обществе, у них есть, у каждой свой базовый объект – рынок, гражданское общество и политика. Забегая вперед, все эти объекты постепенно исчезают. Политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы. И в этом отношении появление Шварценегера в качестве губернатора Калифорнии – это только первая ласточка. Вот сейчас Клуни даже решил жениться для того, чтобы стать губернатором Калифорнии, а потом, возможно, президентом США, то есть, если сказать, брак постановочный. Что касается гражданства, то оно скупивается, и рынок – это один из мифов современного западного, потому что рынка на самом деле давно уже никакого нет, есть олигополь. Иными словами, вот тот набор дисциплий по современному мире, который преподается в западных университетах и у нас с 90-х годов, он на самом деле… мы изучаем исчезающую реальность, и эти дисциплины очень мало что могут нам сказать, на самом деле, о современном западном обществе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова